20 сентября сотрудниками госавтоинспекции по Кашхабльскому району возле детского сада Нальмас Аула Кашхабль было проведено профилактическое мероприятие под названием детское автокресло с целью снижения количества жертв детей и пассажиров в легковом автомобильном транспорте. Сегодня сотрудниками госавтоинспекции на территории Кашхабльского района проводится профилактическое мероприятие детское автокресло. Целью данного мероприятия является выявление административных повышений в отношении водителей, которые перевозят детей, недостигших 12-летнего возраста, без специально удерживающих устройств и детского автокресла. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, чтобы при перевозке детей до 12-летнего возраста использовать детские автокресла и детские удерживающие ремни. Азамата Гержанокова объяснил родителям и водителям о необходимости и эффективности перевозки детей в детских удерживающих устройствах и автокреслах, а также раздал памятки с иллюстрациями использования правил ремней безопасности. Как вам напустие в будущем, ввиду того, что у вас дети, приобрести вот такие кресла не обязательно детские автокресла имеются. Детские удерживающие устройства, да. Лютки, держалки. Пешочком идешь? Да. На машине катаешься, что ли? Когда в садик на машине. На машине, да. А что вот такое? Ты знаешь, что такое, Ярик? Вот это что? Нет, это детское автокресло, да. Скажи, будешь говорить постоянно своим родителям, что такое у тебя тоже сделали? Смотри, как удобно. Не нравится тебе? Не нравится. Да? Вот. Будешь маме говорить, что очень удобно, вообще в машине очень хорошо сидеть вот так. Смотри, как удобно сидеть, радуется. Да? Хочешь свою котиночку? Хочешь? Да, возьми. Затем сотрудник госавтоинспекции провел урок безопасности в одной из групп детского сада. Ребята очень внимательно слушали наставления инспектора и с энтузиазмом принимали участие в беседе, отвечая на все вопросы. Нужно поступить в данной ситуации. Стоять, стоять. Остановиться. Правильно, молодцы. Вы должны ждать, пока что... Смотреть влево-вправо. Ни в коем случае, да, нельзя выбегать на улицу? Да. Что мы делаем, когда мы едем внутри автомобиля, кто знает? Я имею в виду. А детям надо пристегнуться. Молодец. И с милицией стоит. Молодец. Как тебя зовут? Детский. Максим. Максим, ты вообще умница. Ты молодец, ты все знаешь. Скажи, вот как ты писёк? У меня там сидень, у меня там сзади сиденья. У меня есть такая верёвочка. Ремень безопасности. Вот так берётся, правильно, ребят? Вот так пристёгивается. Да, вот сюда. Это называется... Вот так надо ездить внутри машины. Сейчас пристёгивает моё кресло, чтобы оно не вылетело. А ты в кресле что делаешь? Как ты садишься в него? Пристёгиваюсь. В кресле есть такие ремешки, которые меня пристёгивают. Вот правильно. Полосатый. Пешеходный переход. Вот молодец. Пешеходный переход, правильно. А как ещё ребят, маманик, его называют? Зебра. Зебра. Да, зебра. Что он напоминает? Зебра. Зебра, да? Зебра – это пешеходный переход. Да, ещё одно же помещение. Вы тоже перекосили детский садик по пешеходным переходам? Да. А вот, ребят, если нет на дороге пешеходного перехода, что нам делать тогда? По тротуару. По тротуару, правильно? Да. И по обочине. Давайте представим, что мы сейчас стоим возле дороги и видим вот такой светофор перед собой. Например, горит красный свет. Вот красный свет загорелся. Что нам нужно делать? Остановиться. Вот молодцы. А вдруг подождали немножечко и загорелся жёлтый свет. Да? Мы кешуходы с вами. Приготовились. Посмотрели, да, по сторонам? По сторонам. И загорелся зелёный свет. А потом мы переходим. А потом мы переходим. Совсем мы переходим, да, ребят? Несомненно то, что подобные мероприятия приносят положительный результат. И, уважаемые родители, помните, что детское автокресло – важнейшая покупка для ребёнка. Оно сохранит жизнь и обеспечит его безопасность во время поездки в автомобиле. Продолжение следует... Продолжение следует...